Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Сергей Михалёв, руководитель полировочного центра Сигвардса. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в первую очередь, расскажите, пожалуйста, что такое полировочный центр Сигвардса, что это вообще такое, да, и чем он занимается? Это предприятие, которое в сфере услуг на рязанском рынке работает уже более трех лет. Основное направление – это детейлинг автомобилей. Может быть, кому-то незнаком этот термин, потому что он иностранный. В общем-то, если сказать такими понятными словами, то это профессиональный уход за автомобилем от бампера до бампера. То есть, это профессиональная полировка, нанесение защитных покрытий на лакокрасочное. Покрытие кузова – это уход за стеклами, дисками. И все это на очень высоком мировом уровне способно удовлетворить самого требовательного, взыскательного клиента. Насколько вот давно вообще такие услуги существуют? Ну, вообще на Западе такие услуги уже существуют много десятилетий. А у нас? У нас в России, я думаю, что профессионально это начало развиваться, может быть, 7-8 лет назад. Ну, и вот я повторюсь, что уже три года мы на этом рынке работаем, работаем успешно. Нас многие автолюбители знают, много повторных обращений. И те современные технологии, которые мы используем в сфере защиты автомобиля, они позволяют очень долго сохранять внешний вид автомобиля в состоянии как новый. Вот, кстати, о новых технологиях. Вот какие-нибудь прям суперновые технологии в последнее время появились. Да, могу сказать, что мы сейчас ввели одно новое направление, которое, на мой взгляд, является очень актуальным в сфере детейлинга и особенно учитывая текущий момент. Это реставрация и восстановление кожи, кожи и пластиковых элементов. И здесь я хочу сказать, что касается это не только автомобилей, но здесь гораздо более широкий спектр применения. Ну, про кожаные изделия, которые нас окружают, я думаю, говорить не надо. Во-первых, это, конечно, более повышенный комфорт. Тактильные ощущения кожаной мебели, кожаных сидений в автомобиле, может быть, дорогих галантерей, сумок, кожаной одежды. Это всегда более дорого, это очень приятно на ощупь, это практично, это долго носится. Но, к сожалению, в нашей жизни все постепенно стареет. Поэтому даже при правильном уходе с годами на коже образуются потертости, какие-то царапины. Есть, конечно, такие ситуации, когда практически новые изделия можно поцарапать. Или в автомобилях мы часто встречаем, что пряжки, кнопочки какие-то на одежде наносят дефекты, которые портят внешний вид, портят, конечно, настроение владельцев. Есть горячо любимые дети и любящие своих родителей, которые также любят фломастеры. Часто бывает творчество свое на кожаных диванах, на светлых каких-то используют. И возникает вопрос, что делать. То есть изделие, может быть, или сидение, салон кожаный автомобиль еще практически в хорошем состоянии. Но где-то есть дефекты, которые нужно исправить. Перетягивать достаточно дорого. Дорого и это длительная процедура. То есть связано, допустим, в автомобиле с демонтажом сидений, куда-то транспортировкой в мастерскую, оставлением на несколько дней, пока это подберут, перетянут. Мы на сегодняшний день предлагаем альтернативу. Это ремонт, восстановление, реставрация кожаных изделий. Мы обобщили самый лучший опыт мировых компаний, которые работают в этом рынке по всему миру. И взяли все самое лучшее. И на сегодняшний день есть технология, которая позволяет практически бесследно устранить такие дефекты, как нарушение красочного слоя, потертость, задиры, царапины, какие-то даже сквозные прожоги, допустим, от сигарет, порезы, когда кожа расходится. То есть все это можно восстановить с повторением оригинальной текстуры кожи и привести в состояние практически как новое. Я так понимаю, секреты вы, конечно, не расскажете, как это делается. Но хотя бы вот насколько быстро это делается? В случае с автомобилем работа выполняется в день обращения. Среднее время выполнения восстановления, допустим, кожаного элемента, там сидения или, может быть, панели приборов или дверной панели – это 2-3 часа. Сразу после окончания ремонта владелец может садиться и ехать, эксплуатировать автомобиль без каких-либо ограничений. То есть это, во-первых, быстро, технологично, и, во-вторых, это гораздо дешевле, чем перетяжка кожи или замена кожаного элемента. Ну и уж, конечно, дешевле, чем покупка новой, допустим, мебели или нового сидения. А насколько долговечно вот это вот все будет? То есть покрасили, ну не покрасили, починили, да, все красиво, хорошо. Ну вот как вот доверять, что это все у нас останется, такая красота надолго? Вы знаете, мы вот когда начинали в этом направлении исследовать рынок, мы в первую очередь вот на этом заостряли свое внимание. И у меня у самого лично были сомнения, то, что там, допустим, отремонтировал, покрасил, и все будет это долго служить. На сегодняшний день, уже применяя эти технологии, пройдя обучение и на практике попробовав, как это работает, могу сказать, что результат ремонта не только не уступает заводскому покрытию, но и часто превосходит. Потому что, во-первых, для заделки дефектов используются специальные полимеры, компаунды так называемые. Некоторые из них полимеризуются с помощью термического воздействия, некоторые под воздействием кислорода. Потом наносятся специальные полиуретановые краски, очень стойкие к истиранию. Краски все профессиональные, водорастворимые, экологичные, но они предназначены специально для кожи. И, кроме того, еще сверху мы всегда результат своего ремонта защищаем специальным лаковым покрытием, матовым или глянцевым, по желанию клиента, который дополнительно придает прочность вот этому месту ремонта. И повторюсь, что после выполнения ремонта практически незаметно наше вмешательство. А вот, кстати, какое-нибудь такое вмешательство запоминающееся было вот уже на данный момент у вас? Ну, может быть, что-то там такое чинили? Да, совершенно вот на днях буквально была машина. У нас BMW X3, один из наших партнеров, перевозил кошку, любимую. Кошка, естественно, почувствовав мягкое сидение под лапами, там на него воздействовалась. Практически новая машина, но такие обидные задиры на пассажирском сидении. В течение полутора часов мы это дело устранили. Вместо перетяжки сидения или замены в дилерском центре, который десятки тысяч рублей стоит, человек заплатил полторы тысячи рублей и довольный. С кошкой все в порядке? С кошкой, ну, немножко наказал ее, но все в порядке. Это тоже хорошо. Сергей, ну вот расскажите, пожалуйста, наверное, все-таки какие-то планы на будущее компании? Есть что-нибудь еще придумать? Ну, в первую очередь сейчас мы ориентированы на то, чтобы предоставить своим клиентам технологии, которые позволят в первую очередь сохранить внешний вид и внутреннее убранство автомобиля. То есть мы говорим о том, что сегодня есть возможность сэкономить человеку, потому что это актуально в свете современной экономической ситуации, сэкономить на покраске, сэкономить на полировке автомобиля, сэкономить на, допустим, том же самом перетяжке кожи или покупке новой мебели. То есть те технологии, которые мы предлагаем сегодня, они позволяют очень на долгое время сохранить автомобиль как бы законсервированным новым после покупки, допустим, на определенное количество лет, либо, допустим, кожаные изделия. То есть мы сегодня говорим о том, что приходите к нам, мы решим вашу проблему недорого, очень технологично и на долгое время. Куда идти, кстати, если кошки и фломастеры в вашей жизни появились? Значит, если вы можете транспортировать все это дело к нам, мы находимся прямо в центре города, на Соборной, в торгово-развлекательном центре «Малина» на паркинге. У нас там автомоечный комплекс и полировочный центр. Но если у вас огромный диван, он в вашу машину не влезает, это не беда. То есть у нас есть выездное обслуживание, то есть мы приедем к вам, оценим масштаб бедствия вашего, опыт повреждений, определим стоимость ремонта, приедет мастер со своим оборудованием, все сделает аккуратно, чисто, и вы будете довольны. Ну что ж, Сергей, спасибо вам огромное за столь увлекательную беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Сергей Михалев, руководитель полировочного центра «Секварц». Это программа «Семь минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!